Приветствую вас, Анастасия. На самом деле, довольно несложно увидеть у вас довольно цельную картину того, что с вами происходит. Картина эта, к сожалению, не слишком приятна, мягко говоря, не слишком приятна. Вы полностью посвятили себя другим. 21 год, вы уже замужем, у вас есть ребенок, что позволяет говорить об отсутствии у вас реализации, об отсутствии у вас собственного развития, об оценке, о развитии у вас навыка ориентировки на себя и так далее. Ну и несложно, в принципе, догадаться, что если у вас этого нет, то, соответственно, это будет влиять на все сферы вашей жизни. В том числе и на сферу ваших потребностей, сферу ваших желаний, сферу ваших интересов, сферу ваших стремлений и так далее. Это будет влиять на все. Понимаете, в чем проблема? И первый вопрос, на который вам нужно себе ответить. Это вопрос, связанный с тем, почему для меня в моей жизни нет ничего важнее или нет ничего более важного, чем семья. Семья. Так? То есть это некие такие вот, образно говоря, ограничения. То есть вы себя вот в какой-то степени ограничиваете. Вот. Практически на постоянной основе. С чем это связано, что вы себя ограничиваете? Вопрос. Как вы бы к этому пришли, в смысле, к ограничениям себя? Вопрос. Вопрос. Но, тем не менее, это ключевой момент. Когда вы в чем-то себя ограничиваете, всегда появляется откат. Откат. Всегда проявляется откат. И в данном случае можно говорить о том, что откат происходит и у вас. Когда вы что-то себе запрещаете, когда вы что-то себе не позволяете. И потом происходит спонтанное попадание в ситуацию. То есть попадает, происходит спонтанное попадание вот в эту ситуацию. Например, как в ситуации с мужчиной, другом вашей подруги. Как раз такие. Вот. И все. В результате вы чувствуете себя жертвой. Вот. Ну, надо ли говорить, надо ли говорить здесь о том, что по-другому не могло быть? Вопрос. Мне кажется, мне кажется, что по-другому на самом деле не могло быть. Потому что если вы себя поставили в такую ситуацию, что вот с вашим мужем вы по факту находитесь в позиции жертвы. Да, да. В позиции. В позиции такой, как мне даже кажется. В позиции, ну, в какой-то зависимой позиции находится вы с мужем. Ну, вот. Потому что он к вам относится, ну, мягко говоря, так, как будто полностью уверен, что вы от него никуда не денетесь. Вот. И это весьма характерно. Очень характерно вас показывать, что вы, мягко говоря, не защищаете себя. Вы не защищаете свои личные границы. Вот. И как бы возникает вопрос о вашей самооценке. То есть возникает вопрос о том, насколько вы к себе, например, адекватно относитесь. Как вы, как вы к себе относитесь, насколько вы хорошо к себе относитесь и так далее. Вот. У меня есть такое подозрение, у меня есть такое подозрение, что относитесь к себе вы, мягко говоря, не очень хорошо. Мягко говоря, не очень хорошо. Есть у меня такое подозрение. Потому что, ну, как бы, то, как вы описываете эту ситуацию, да, то, что, по сути, к вам приставал, например, муж вашей подруги, а не вы приставали к нему. Вот. А все равно чувство вины испытываете вы. Вот. То есть все равно виноваты чувствуете себя вы перед, ну, перед подругой. Вот. Хотя, казалось бы, хотя, казалось бы, за что, да, то есть, ну, вы ничего не сделали сам, вот, сам ничего не сделали, ну, вот, но, тем не менее. Вот. И, ну, как бы, это довольно показательный, показательный момент, мне кажется, в этой вот ситуации как раз таки. То есть это именно очень показательный момент в том, как вы к себе относитесь. Вот. Так что здесь вам для начала нужно выходить из состояния жертвы, да, вам нужно выходить из положения жертвы. То есть вам необходимо работать с личной ответственностью, своей личной ответственностью в первую очередь, чтобы отвечать исключительно за себя и только за себя. Вот. Вот. Дабы не попадать в такие, ну, в такие, вот, безусловно, очень, ну, в такие неприятные ситуации. То есть то, что ситуация неприятная, это вне всякого сомнения, это даже не обсуждается, что ситуация неприятная. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, несмотря на то, что ситуация неприятная, вы в какой-то степени сами эту ситуацию уже и создали. Поэтому вопрос здесь в первую очередь к вам. Вот. Такая вот история. Я думаю, что как только вы поработаете над тем, чтобы лучше принимать свои желания, как только вы начнете брать ответственность на себя личную и начнете выходить из положения жертвы, соответственно будете отвечать за свои действия и поступки, все сразу станет легче. Вот. Вы молодая женщина физически, я так полагаю, здоровая, поэтому то, что случилось с другом, с мужем вашей подруги, это абсолютно нормально. с чем-то того, что у них отношения тоже складываются, наверное, не очень хорошо. Ну вот. Но обратите внимание, что муж относится к вам так, как будто вы никуда не денетесь, и муж вашей подруги тоже уже считает, что вы принадлежите ему. То есть это вот вас воспринимает именно так. Значит что-то в вашем отношении к себе мотивирует так людей вас воспринимать. Задача разобраться что именно и скорректировать это. Тот же факт, что вы с мужем, тот же факт, что муж ваш ведет себя так, как он ведет. Вот. Ну говорит о том, что ваши отношения с ним тоже нельзя назвать полностью здоровыми. Это корректирует, ну мягко говоря, это проблемные отношения. Их тоже нужно корректировать, гармонизировать и решать, что дальше делать. Но опять же это невозможно без вашей коррекции поведения. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.